всем привет я сегодня к вам гости со своим рассказом о цветущей красоте я вам обещала показать в полном роспуске big lip но немножко не успеваю он уже два цветочка разбросил вот на самом длинном цветоносе вот красотку вот эту сегодня просто мыло и листочки вот она тут у меня стояла сохла и поэтому я как бы ее оставила думаю ладно пусть компании постоит лишний раз не бывает такая красота мультифлорка великолепно шикарного цветения она просто бомбическая красивая и я вам сегодня хочу конечно рассказать историю вот этого растения полезла что называется в загажнике свои есть у меня такие есть места которые для меня оказались труднодоступными я просто туда груши лезу поливаю орхидейки вот она у меня стоит там далеко-далеко вот на той полочке на тумбе вот и вот это вот орхидея видите здесь детка и лысый пенек предыстория я вам ее не показывала я только в обзорах так вкратце кое-когда на нее наводила камеру говорила что это детка от взрослого растения а что происходило никогда не рассказывала эта орхидея покупалась мной в январе 2019 года и на тот момент это было шикарное обалденное красивое растение цветущая которая имела огромное количество листьев она очень было похоже чем-то на ванду у нее а настолько была глубокая вернее знать как емкая но одновременно очень густо шейка была покрыта листочками то есть никак вот у наших вот этих фаленопсисов а это вот такое такая особенность сорта когда огромная шея у нее вот были вот такие листочки они были очень аккуратными очень такими сдержанными внешне но она очень красиво смотрелась цвела в два цветоноса вы знаете я конечно когда покупаю по зиме растения я понимаю что у меня могут с орхидеями возникнуть проблемы через три дня у этой орхидеи резко пожелтел ствол и пожелтел он где-то вот в этом уровне вот сейчас уже нет потому что все было удалено в этом уровне я сняла 4 листика прям середины шеи убрала их сделала очень хорошую крутую смесь из хлоргексидина так сейчас на тот момент у меня был амоксицелин антибиотик человеческий плюс фундазол то есть все и фунгицид и антибактериальный препарат в виде антибиотика и еще и хлоргексидин это и противогрибковый и антибактериальный то есть я развела вот этой жидкостью хлоргексидина на основе вот на водной основе и уехала в командировку вы знаете что я приезжаю меня встречает просто вся желтая макушка сверху вот просто желтая я вижу что гниение несмотря на то что я все зачищала все вы знаете что я всегда стараюсь все зачищать вероятно проявление пошло в начале здесь середина ствола но потом вот это вот зимняя перегрузка где-то растения на складах не знаю где ее так разгружали и где ее могли так заморозить орхидея поверху вся пожелтела то есть вот это воздействие мороза ну и климатическая такая вернее реакция орхидеи на климатическую климатическое воздействие холода вот и вы знаете все я моментально когда приехала с командировкой меня дома не было ровно неделю я приехала и я безжалостно отрезала вот эту желтую шею всю макушку которых стояла здесь и я понимала что мне необходимо сохранить хотя бы несколько листочков на пне вот когда происходит вариант когда мы лечим растения удаляем макушку вот нужно зачистить настолько и убрать листики где-то мы смотрим вроде они хорошие но я все равно стараюсь убрать но при этом оставить хотя бы парочку листиков потому что с хорошей корневой у нее кстати корня корневая была просто из по пятибалльной системе на твердую пятерку вот и вы знаете я удалила листики еще которые здесь мне казались здоровыми удалила зачистила пень кисточкой промазала максимом во все во все пазухи между шеей и листиками мне необходимо было остановить процесс процесс был остановлен она перестала желтеть листочки и терять листики свои я думаю ну все корневая хорошая пару листиков есть естественно я ждала детку от нее детка появилась могу сказать достаточно быстро где-то в течение полутора или двух месяцев я сама удивилась я поставила ее туда под подальше вот думаю буду так вот с краешку чуть-чуть и водички подливать двойной горшок она будет выпивать и благополучно я так думаю будет расти думала но и так и получилось вот орхидея мне дала детку это детка сегодня у меня я хотела снять видео о пересадке от отсоединения при корневой детки при шеечные детки от пенька от основного растения при этом думаю обязательно отсоединю вот мне пенек даст еще одну малышку потому что орхидея невероятно красиво ой вы знаете что думаю но все сегодня у нас будет отсоединение думаю покажу вам как я это делаю потому что меня часто вы просите показывать как я делаю отсоединение именно при корневых деток посмотрите что я увидела я не знаю как мне вам показать и самое интересное что я даже листик вам не подниму я вам могу сказать что у этой красоты так как же мне вам показать а ладно я не буду мучить растения у нее появился кончик цветоноса то есть вот эта малышуха она решила мне зацвести я понимаю конечно что большого такого мощного крутого цветения ждать не нужно от нее но цвести она будет поэтому в таком положении состоянии положение до растения чуть-чуть беременна вот что называется что называется орхидейку я естественно отсоединять не буду стресс и устраивать не буду я не хочу чтобы она все-таки перестала растить цветонос потому что неизвестно как орхидея отреагирует на отсоединение это достаточно глубокое воздействие я сегодня рассмотрела корневую систему которая вот в грунт пошла детки у нее корни здесь обалденные они вот здесь они вот там уже внизу ой я вот сейчас полила ее налила воды до уровня вот вот там не знаю видите вы не вы не видите но вот те корешочки которые это корешочки уже детки может быть какие-то еще от мамочки тут стали ветвиться корешочки то есть но растение живет не сама так детку вы отращивает и в принципе она способна дать мне я так думаю мне еще не одну малышечку поэтому ребят девчат от соединения прикорневой детки от этого растения не будет но я вас могу успокоить у меня очень много орхидей с прикорневыми детками мне уже на канале спрашивали задавали вопрос ирина у вас столько орхидей с детками именно прикорневыми покажите потому что на цветоносе я показывала отсоединение малышки ну там легко там срезал с цветоноса обработал место среза и пересаживать здесь очень сложно здесь нужно не повредить само вот это растение да если пустой пень без проблем там отрезаешь и все здесь нет я еще жду от нее еще детку одну поэтому поэтому у нас вот эта красота пока не будет отсоединяться срезать просто так отсоединить невозможно очень 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 близко очень знаете как мощно малышка сидит на пеньке я хотела доставать из грунта отрезать все это аккуратненько делать искать место расшатывать ее но все не будет этого происходить будем работать на других растениях и отвечая на вопрос почему я не пересаживаю свои детки от взрослых растений которые сами великолепно растут там нет потери точки роста там просто большие колоссальные такие большие растения с детками одна-две вот прикорневыми поэтому работы много говорю что никак у меня руки не доходят растений очень много мне каждый день вот что-то я вот ковыряю на канале есть тематический уклон к тому что я снимаю ну не каждый день а например день из жизни орхолюбителя что я делаю вот пришла посмотрела на растение сегодня и думаю а сегодня я буду делать то-то 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 и показываю вам что он на сегодняшний момент в чем есть потребность в какой работе и в каком уходе за орхидейками вот смотрите здесь на листочке небольшие такие пятнышки видите это знаете что вот здесь вот этот листочку же хороший он уже вырос в весеннее время когда уже было тепло это там вот место такое холодное холодно ей было зимой холодно вот может быть поэтому она не так за год выросла сильно но что есть то есть мне уже растение я уже не знаю куда их ставить если честно и поэтому я вам решила показать что-то малышуха начинает цвести поэтому ждем цветение и вот я вам обещала показать вот эту вот прелесть когда она когда она зацветет я вам сейчас ее покажу и покажу как чувствует себя корневая система это big leap название ребят девчат я не знаю название это или не название сейчас я вам покажу вы мне писали мои внимательные зрители мне писали ирина это у вас такая-то орхидейка я как всегда знаете маши растеряши я потеряла название и не успела подписать поэтому кто если знает ребят девчат напишите я уже его точно подпишу ну вот смотрите что на горшочке написано ой я уже сама даже не вижу вот еликс вот так что ли смотрите вот к двоеточие еликс я не знаю ли оликс или яликс без понятия что это такое но это big leap это желтый big leap вот с этими повреждениями механическими я его покупала я вам его презентовала помните это то дерево которое было многообещающее дерево которое должно было распуститься но я вам рассказала big leap и они стрессово неустойчиво стресса неустойчивый и поэтому эта красота у меня в домашних условиях она у меня естественно бутончики свои какие-то раскрыла а какие-то благополучно они просто засохли я ничего не делала с растением особо единственное что добавила грунт но как обычно да я вот это делаю что-то там вот только по поверхности могу изменить в посадке но он у меня разбудил много боковых немного две боковых почки вот она почечка вы видите какая красота сейчас у меня распустилась он достаточно плотно желтый такой вот выцветает да выцветает я точно вам могу сказать видите вот первоначально распущенное умение насыщен цветом вот эти вот недавно распущенные они более желтенькие вот этот цветонос уже у меня потерял два цветочка жалко мне что он потерял я конечно вам показала эту красоту и вообще надо было мне взять еще мой как же называется принцесса принцесса пигли принцесса вы мне писали надо было их вместе показать я думаю что они шикарно смотрелись бы в таком вот размещение на видел корневая система у него великолепная поливала сейчас просто чистой водой цветущие орхидеи я не поливаю вот но тут видно что я ему меняла кору добавляла свою кору у ней у него новый листочек идет смотрите какой он красивый ведь вот с этой стороны невероятный окрас бегли пушка великолепный красивучий он начал раскупливать свои корешочки внутри объема горшка и вот новые корешочки у него тут видите старый был закуплен он раскупливался вот тут новый пробивается корешок то есть вот все что есть показываю и вот так он сейчас цветет не могу я сегодня их соединяла соединяла чтобы вместе вот видео показать вам вот это вот букетик букетик желтенький ну вот что есть то есть показываю вам обещала значит показываю размер цветка у него вы знаете он даже наверное длиннее вот так вертикаль чем горизонталь он здесь где-то наверное сантиметров девять вот здесь наверное сантиметров восемь вот такой беглип слушайте он красивый у него очень красивые такие розовые разводики видите там вот на нижних лепесточках и вот здесь на этой губке немножко вот есть красота красотова ну и мультифлор очка я вам ее в обзоре показывала она еще на момент показаний полностью не в полном распуске было вот эта красавица сейчас она у меня полностью распустилась сейчас я вам покажу выгорает немножко выгорает цветочек но причем смотрите вновь распущенные цветы вот эти все они более маленькие но насыщены цветом цветовая гамма шикарная вот эти они уже вот первые первые самые цветочки распущены они потеряли немного в окрасе но от этого она не становится менее замечательно выглядящей и красивой завораживает она своим букетом я когда прихожу на вот первая которая кидается мне постоянно в глаза посмотри на меня полюбуйся какая я красавица вот такой букет мультифлора замечательная мидия орхидея растит уже и новый листочек у нее здесь корней посмотрите вот закупленный корень он раскуклился пошел в рост корней полон горшок есть корешочки которые раскуклились растения вначале стояла на обычном поддоне на тарелочке но вы знаете что я для того чтобы упростить мой уход и сэкономить время ухода за растениями при поливе и не делать поливы частыми я очень часто меняю систему содержания на горшок в горшок аля то есть сама импровизирую и ставлю горшочек горшочек ну вот такое у меня сегодня видео и такая красота рассказала вам про растение которое вы теряла точку роста но я не отчаивалась и делала это не зря моя орхидейка дала мне детку которая скоро зацветет а вот эта цветущая красота я надеюсь подняла вам ваше утреннее настроение а на сегодня я буду заканчивать свое видео и хочу пожелать вам всего доброго здоровья благополучия и увидимся с вами вновь на моем канале всем пока пока